Вы тоже рисуете, Антонина Михайловна? Я? Да. Ну вот, видите, это мой первый опус, так сказать. А, только это вот ваш дебют? Да. Это я недавно нарисовала. Вы знаете, я лежала в больнице, и мне было очень грустно. И мне порекомендовали пообщаться с женщиной, которая занимается тем, что она помогает больным освоить какой-то вот, я не знаю, метод рисования. То есть там твоя Вера Борисовна-то у вас была? Да, да, да. Она пришла ко мне, милая очень женщина, принесла краски, холст и спросила, что бы я хотела нарисовать. А так как я люблю море и всю жизнь мечтала жить у моря, ну, не получилось же в Москве, но в следующей жизни обязательно. Я уже себе наметила страну, море какое. Вот, буду жить там, надо строить свое будущее. Я решила вот нарисовать берег вечерний, берег моря, куда я буду выходить и любоваться восходом луны. Ну, да. И я начала, она спросила, что бы... Ну, вот я ей объяснила, что я хочу нарисовать. Она мне принесла краски и сказала, вот как вы считаете, что надо, с чем смешать? Я смешала, положила. И вы знаете, постепенно, конечно, не без помощи, вот ее поддержки она направляла, но я удивилась, когда в итоге у нас получилась такая замечательная работа. Я собиралась продолжить это занятие. Я говорю, мы с вами будем зарабатывать большие деньги. Я буду рисовать, на Арбате будем продавать, и вам будет хорошо и мне прекрасно. Ну, вы знаете, жизнь, конечно, складывается немножко по-другому, потому что я хоть и пенсионерка давно, но тем не менее не чувствую себя пенсионеркой, потому что на телевидении я еще востребована. Я профессор кафедры сценической речи в Московском государственном институте культуры. У меня своя детская академия творчества. Я провожу ежегодно на берегу Черного моря фестиваль детский, международный музыкальный фестиваль «Песенка года». Ну и, знаете, столько всяких дел, что я мечтаю попасть в это долголетие, но у меня не хватает времени. Во-первых, я мечтаю продолжить рисовать. Ну, кроме того, я хотела бы заниматься йогой. Мечтаю об этом в парке со своими сверстницами. Вот в долголетие? В долголетие? Нет, это долголетие. Потом, что я... Ну, танцевать я не мечтаю, потому что немножко подводит опорно-двигательный аппарат. Хотя в 7-10 лет я пошла на танцы со звездами, и, вы знаете, так лихо отплясывала. И чай-чай-чай, и фокстрот, и буги-вуги, и вальс. Я уж не помню даже все танцы, которые я... Вот, пожалуйста, вот она. Но это мы в вальсе. В вальсе. Вот так вот. То есть теперь вас можно представлять. Ангелина Вовк, легендарный телеведущий и начинающий художник. Конечно. Я потом буду рисовать. Я действительно люблю это. Мне кажется, что это... Ну, в этом можно выразить свой взгляд на мир, да? Своё отношение к тому, что ты видишь. Очень хочу. Так что я продолжу. Я, пожалуй, позвоню своему педагогу и с ней...